сегодня воскресенье у нас невероятная жара мы ждали все зиму когда придет зима но к нам пришла весна 23 24 градуса мы приехали к морю к сожалению так как карантин на все закрыто но мы возьмем с собой еду и устроим просто пикник хочу вам показать немножко пляж конечно он сейчас одинокий передать вам солнышко передать вам шум моря и немножко тепла сзади меня как раз находится дорога и очень шумно движение очень большое сегодня так как люди люди не могут сидеть дома в такую погоду и конечно же все стремятся выйти немножко прогуляться просто купить себе кофе и сидеть на лавочке его пить все лавочки заняты все уголочки заняты все пытаются как-то немножечко развеяться и это понятно ну что вот такая красота море кто-то купается зимой я не зимой купаться но очень люблю прийти посидеть подышать запахом море всем привет и солнечной греции с вами юля вы находитесь на канале вышивки крестом сегодня 16 января суббота 2021 года и будем подводить итоги моей рукодельной недели у нас сегодня очень очень похолодало прошлую субботу воскресенье у нас была просто аномальная жара плюс 23 градуса мы съездили к морю был пикник так хорошо провели выходные на этой неделе мы ждем вот сегодня уже у нас плюс 4 завтра обещают ноль для нас это большая редкость и для вот нашего района в афинах потому что у нас здесь самая-самая южная точка и и к нам холод практически не доходит но обещают что и у нас завтра будет ноль и возможно даже будет снег центральной греции уже снег выпал там же минус и уже работают оборудование чтобы убирать и расчищать дороги ну а для нас конечно это уже такое что-то невероятное вернемся к итогам на этой неделе у меня состоялся финиш ура у меня есть финиш на этой неделе фини первый финиш этого года это вот такой замечательный эльф лунный эльф я вышивала по наборчику фирмы нео крафт размер 10 на 15 сантиметров дизайн антоновой валерии замечательный наборчик лежал у меня очень долго моих запасах и вот как я вам говорила что правильная организация это все-таки очень очень большое большое значение играя для наших процессов потому что я никак его не брала не включала в работу я всегда старалась уделять внимание больше моим большим процессом ну а их много и поэтому конечно малышам времени практически не достается в этом году я меняю свою позицию и также у меня будет всегда в процессе один маленький наборчик и он будет вышиваться очень лениво по ниточке по две зависимости когда как настроение у маленьких наборов обычно схемка простая поэтому не нужно особо настраиваться концентрироваться организовываться чтобы взять его и повышевать нельзя сравнить с дименшинс либо еще с какими-то процессами особенно когда я вышиваю на станке мне нужны парковщики не иголки вот здесь все просто можно и на пальчиках можно на маленьких киснапиках но есть много разных приспособлений взял и вперед вперед за вышеку покажу вам чуточку поближе то что у меня получилось но я подложила листик бумаги чтобы не просвечивала и чтобы можно было вам показать поближе когда я снимала тэг и были вышиты не все крестики конечно не было бэкстича мне даже писали такие комментарии что вот пиксельно но теперь работа полностью завершена я надеюсь эльфик в ваших глазах реабилитировался он получился достаточно симпатичный глазки голубенькие улыбка кучерявенький у него такая шапочка и нежно он баюкает молодой месяц есть два пришивных элемента это вот такой месяц подвесной и вот такая звездочка на шапочке процесс в принципе легкий но очень много цветного бэкстича и знаете он такой кропотливый но сама работа небольшая поэтому здесь можно с ним справиться очень очень легко и быстро то что мне очень понравилось это сочетание металлизированной нити с обычной ниточкой в бэкстичи вот здесь в крылышках получается нежно получается очень как-то объемно даже не знаю как вам описать и объемно и вот этот блеск он очень деликатный за счет того что где-то ниточка его перекрывает получается очень-очень интересно и эффектно и вот из-за этого эффекта крылышки смотрятся действительно как настоящий полукрест и контур у нас вот такой вот интересный бэкстич симпатичная работа я довольна результатом материалы все замечательные я напомню что в наборчике у нас здесь линда 27 каунта ниточки финка все у меня по набору все как было и не так осталось очень много но я их здесь не разбирала с планшетки потому что я отложу в свою папку с вышитыми процессами принципе эти нитки и но только если я захочу вышить второй раз для может быть каких-то мероприятий хотя даже не знаю для чего можно чего вышить наборы наборе не так очень много можно вышить даже три этих эльфика я когда увидела что ниточек так много я их не экономила выбрасывала большие хвостики и и осталось очень много просто супер ну вот это все что я хотела сказать по вам данному процессу очень все легко вышивалась получилось замечательно итог мне нравится и теперь осталось оформить этот дизайн оформлять скорее всего буду в пинке и у меня в этом году стоит пунктик по оформлению маленьких вышивок я их иногда вышиваю не часто но иногда они у меня есть и не уме никак не оформляются просто лежат в рулоне не знаю почему так происходит может быть я жду каких-то идей по оформлению в рамку может мне жалко их оформлять в пинке даже не могу понять почему я их не оформляю но в этом году я решила что я оформлю их в пинке пусть они лучше у меня украшают мой рабочий стол пыляться я на них буду смотреть чем они будут лежать в рулоне и этот рулоне открывать не так-то часто поэтому в какой-то день в этом году я должна себя взять в руки организоваться и сделать много-много красивых пинк кипов украсить свой рукодельный уголок это у меня тоже план на этот год ура готовая работа и перейдем к моим процессам и начатыша ну и конечно же главный процесс этой неделе дименшин зимней радости с которым я участвую в нашем совместном проекте моя зима этот процесс меня захватил увлек и я над ним плодотворно работала но почему-то продвижение у меня не такие большие как хотелось бы наверное потому что несколько дней я занималась бы ксичем он кропотливый его вот так на первый взгляд особо не видно но он есть и конечно же он играет свою роль его вышивать нужно из последних наших кадров у меня что изменилось я здесь в заборчике дошивала крестики и оказывается здесь пропустила и у меня было не вышито дальше бэкстич конечно же дальше бэкстич вот здесь вот на этой этом снопе наверное и кстати вот эти два оранжевых пятна все-таки мы с зрителями с девочками пообсуждали их скорее всего все-таки это забытые тыквы почему-то мне показалось глядя на картинку на обложку что здесь птички потому что здесь есть вот такая вот палочка черненькая и она похожа на хвостик и я вот так со стороны глянула что птичка наверное какой-нибудь фазанчик но нет все-таки при вышивке и выполняя бэкстич все-таки здесь понятно что это тыква особенно вот это оранжевая тыква здесь сверху мы видим как бы сугробик и вот такой вот зелененький хвостик но здесь то же самое поэтому все-таки это тыквы а птички здесь тоже есть это уточки вот они улетают красивые уточки получилось мне их вышить но до бэкстича я не дошла и здесь у меня такой участок здесь тоже еще не весь я бэкстич выполнила я вышиваю крестики потом отвлекаясь на бэкстич крестики бэкстич я стараюсь чередовать эти действия чтобы не утомляться на бэкстич и бэксича здесь много если оставить его на потом но я не знаю я бы наверное забросила работу вышивать только бэкстич очень очень тяжело быстро быстро устаешь и и вот здесь у меня тоже не хватает бэкстича почему я сразу его не вышива потому что здесь у нас выкладываются ветки деревьев и они уходят вверх прям до уток поэтому мне нужно было дошить полностью весь этот участок чтобы уже можно было вышить бэкстич построился у меня домик осталось здесь вышить совсем чуть-чуть и будет здесь церквушка католическое здесь у нас строится дерево могучие елочки рядом ну и конечно же здесь вот эти елочки пушистые на первой линии горизонта вот на второй уходят там дальше тоже мы видим елочке но и уже немножко небо мне осталось здесь вырисовываться сочетание полукреста в одну ниточку и в три ниточки создает вот такой вот очень эффект небом с облаками наверное очень интересные переходы создаются шикарная шикарная работа прям не хочется от нее отрываться спросите а зачем отрываешься а потому что у меня другие процессы стоят на полочках и тоже ждут моего внимания и я хочу сменить процесс как бы мне вот такие у меня есть ощущение 50 на 50 и хочется этот вышивать процесс но я знаю что и другие стоят им тоже нужно уделять внимание чтобы была ротация и не насыщаться именно на одном процессе бэкстич выполнять буду уже в следующий раз пользуюсь сегодняшним днем хочу сделать переорганизацию и уже когда вернусь к этой работе уже выполнил бэкстич здесь у меня выполнена ну точно 50 процентов по этой линии было где-то процентов может быть 40 вышелся еще вот этот кусочек мы будем считать что 50 процентов половина работы вроде бы неплохо но с другой стороны я вот смотрю другие девочки так вообще быстро дименшинс отшивают нас ирина шепот домой на праздники какие-то рекордные сроки не знаю как она вышивала ночами не спала очень быстро у нее все вышелось я вот потихоньку потихоньку шью шью есть прогресс но конечно же мне еще до финиша далеко но самое самое здесь то что трудозатратно это у нас идет вот по эту линию где идут дома небо там идут большие зашивки полукрестом там будет в принципе полегче и не так-то много бэкстича бэкстич нам тоже есть в небе потому что на первом плане нас деревья вот эти могучие их не ветки они расходятся прям по всей по всей картине много будет тоже бэкстича но не так много вот как вот здесь санях в людях было очень много здесь какая-то трава вот ветки какие-то палки много такой работы мелкой и он причем цветной здесь бэкстич и я стараюсь вышивать всегда беру одну ниточку одного цвета на участке вышиваю нахожу все эти штрихи меняют цвет и вот так вот потихонечку вышиваю бэкстич нравится мне на домике сочетание креста в одну ниточку полукреста в две ниточки и полукреста в три ниточки обычного креста получается очень эффектно такой живой домик с подсвеченными окошками но еще нет бэкстича понятного наживиться еще больше пока выглядит вот так можете посмотреть как выглядит картинка без бэкстича но уже есть глубина уже конечно краски начинают проявляться шикарно шикарная работа девочки она такая атмосферная такая интересная но я вот вместе с вами смотрю через камеру смотрю в живую и никак не могу переключиться уже на другой процесс а надо я вас наверное заговорила поэтому переключаемся на другую работу а так переходим к еще одному процессу которому мало досталось времени но так как я занималась моим основным процессом плюс еще там эльфик у меня вышивался я уже после того как завершила эльфа завершала его за вчера когда в четверг до в четверг его завершила вечером и у меня оставался часик буквально перед сном я решила протестировать сагу потому что я на ней еще не вышивала и заодно попробовать вот эту основу это у нас оболь хорн его соответствует 14 каунту мне было интересно попробовать что-то новое вышивки и я приступила из центра это у нас вот примерно вот здесь и вышиваю сейчас полукрест так как его здесь очень много и он прям вот в центре получается я решила вышить несколько ниточек попробовать как ложится ниточка а дальше я хочу вышить вот эту вот эти рамочки разграничения чтобы мне было уже удобно спуститься вниз и вышивать снизу вверх но я люблю вышивать снизу вверх крестики у меня так укладываются более аккуратно вижу отсвечивает обложка покажу немножко поближе напомню дизайн это у нас джанлин 4 сезона птиц называется вот он номер 020 305 10 было у нас здесь айда 14 каунта это не все данные наверное 2007 года дизайн вот давно давно мне нравился и счастью моему не было предела когда мне его подарили ну сразу все начать никогда не получается у нас много всего вот но в этом году я уже приступлю к этому дизайну небольшие здесь такие сюжетики и не полная зашивка мне кажется будет очень очень интересно и я хотела бы вот я сейчас из центра начала хотелось бы спуститься вниз вышить рамочки чтобы сейчас начать простите вышивать зимний сюжет здесь у нас птичка а что за птичка такая она странно у него как бы красненькая шапочка даже не знаю что за птичка бэк тут такой квадратный смешной вот птичка сидит на еловой ветке тут шишки какие-то ягодки у нее видно такие есть тишки длинные не бэкстич называются они они называются длинный стежок как-то я уже не помню я где-то его выполняла дальше у нас потом весна можно будет потом переключиться вышить весну но потом от лета мне очень нравится зисойка такая красивая класс но и осень тоже интересный дизайн в общем тут у нас все птички и то что у меня получилось но я вышла здесь буквально парочку ниточек решила организовать на кюс на пике у меня есть 40 на 20 вот такие кюс на пы что хочу сказать по данной основе ощущение немножечко такие странные ну как странный нет напоминает что я вышиваю на каких-то шторах либо скатерти но это конечно объясняется тем что в этой основе много синтетики в принципе стежки ложатся нормально стежки полукреста очень хорошо видны переплетения считать удобно глаза не напрягаются крестиком пока не вышивала вот не интересно попробовать крестиком как это все будет ложиться единственное у меня есть сомнения по поводу основы в том плане что может быть стоило взять лучше однородный лен такой тоненький прозрачный и может быть на нем дизайн смотрелся бы более выгодно но кого-то такого мнения нашлось у меня есть кусочек от свайгард белого льна но там 16 каунт а сюда лучше не уменьшать каунт иначе дизайн и станут совсем маленький будет некрасиво ну ладно я буду вышивать на этой основе все равно должно быть симпатично даже если пусть не самое самое лучшее это решение но лучше чем простите аида вот больше мне показать здесь пока нечего здесь просто полукрестики у меня вышиты покажу поближе как это смотрится сейчас еще освещение поэтому сильно подсвечивает и может быть видны прям дырочки так сделать чтобы вы могли подложила лист бумаги чтобы вы могли видеть как это все смотрится но через камеру вообще прям так хорошо симпатичненько магнитик у меня вот такой здесь видите челка не сюда птичку надо я птичку себе уже заказала жду мариночку с группы шанинку ю нам не должна сделать птичек сюда в магнитиков одну точнее птичку магнитик да к этому процессу потому что птичек здесь много на весь год вышивать и не будет такой процесс с моими любимыми птичками это то что у меня началось на этой неделе и что я хочу вышивать на следующей неделе давайте сразу поговорим о следующей неделе я вас проинформирую и буду закрепляться с этим видео буду начинать готовиться именно к следующей неделе и так на следующей неделе я хочу все-таки повышевать немножко этот процесс может быть выше какую-то рамочку что-то как-то продвину по настроению он у меня рядом находится на моем рабочем столе поэтому будет вышиваться по настроению легкий когда у меня устали глаза либо хочется на что-то переключиться это такой процесс он у меня будет идти в течение всего года как я и сказала а основной процесс который сейчас станет на мой станочек это будет я думаю вы догадались конечно же продвигаем совместные проекты простите простите достаю из коробки простите немножко мы мяты простите мы немножко мяты но зато я могу вам сейчас сразу показать то с чего я буду начинать эту неделю да это мои африканские львы о дименшинс больше половины работы у меня вышита вот у меня три угла закрытый практически ну здесь вот такой вот пробельчик маленький вот это что мне нужно остается вышить вот он небольшой небольшой такой кусочек ну вроде бы небольшой но на самом деле конечно вышики много 18 каунт что тут говорить тут для меня шитишить хоть и полукрест я не моторная вышивальщица мне почему-то все это медленно идет но тем не менее уже ободряет так как большая часть работы выполнена и я хочу это на сегодня какое число 16 да мы сказали у нас до конца января осталось мы будем говорить две недели я думаю может быть мне по марафонить постараться по по крайней мере может быть я до конца месяца вышью буду пробовать но если там чуть-чуть не случится не критично не беда но хочу постараться именно этот процесс хорошо хорошо по продвигать а вдруг у меня получится и я смогу его вышить вот это у меня такой основной основной план но так как я закончила и моего эльфика то я хочу начать еще один маленький процессик и сейчас я вам покажу новый процесс мои постоянные зрители точно вспомнят тот момент когда я получила покупку с наборами реолис и у меня там было три без корню я купил две без корню одна зигу гу точнее я купила все самые классные без корнюшки хотела сразу их начать но знаете два испы и начался у нас карантин все сотрудники ушли домой а мы сможем остались вдвоем спасать спасать ситуацию вот поэтому конечно планы сразу очень резко изменились но сегодня у меня звезды складываются таким образом что я могу позволить себе начать еще один наборчик маленький так напомню это у нас реолис номер 1822 а с так 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 это у нас без корню рассвет 8 на 8 сантиметров вот такая красивая вещица должна получиться и так я убрала обложку и первую очередь я обратила внимание на то что здесь у нас на фотографии основа белого цвета а в набор у нас положили основу бежевого цвета видите возможно фотография сильно за засвеченная photoshop им обработана возможно при съемке было много света и цвета не вот получили засвеченные не знаю как как это нужно расценивать а возможно они позже изменили дизайн тоже такой может быть итак у нас без корню 1822 а с артикуль риолис называется без корню рассвет размер 8 на 8 сантиметров так набор входит цветная схема ткань для вышивания от свайгард луга на 25 каунта но я еще не вышивала на лугане нитки мулины анкор 5 цветов металлизированная нить на планшетках бисер два вида бусин один вид наполнитель две иглы художник елена калмакового замечательно смотрим схему так схемка ну посмотрите схемка здесь у нас очень четкая очень понятная просто прекрасная схемка она цвета символьная и очень очень понятно для глаз здесь даже не вычеркивать ничего не надо все хорошо видно так что у нас по ключу вот очень интересно узнать ключ так 5 цветов я так понимаю по значкам у нас вышивается крест в одну нить это у нас бэкстич это у нас бисер бусины сложение нити здесь показано для каких-то специально так давайте немножко почитаем инструкцию есть вопрос как это нужно вышивать в одну ниточку в двину ну наверное да 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 вот смотрите значок это у нас крест в одну нить т5 т5 это у нас вот картинка я так понимаю это крест в одну нить через одну нить переплетения я хотела заморочиться на зигу-го попробовать вышивать через одну нить переплетения но вот так вот заморочусь на без корню да еще конечно почитаю но я вот смотрю крест в одну нить т5 это 5 носу здесь переплетение я вижу через одну нить переплетения давайте вам поближе вот так видите так уже интересно смотрим что у нас по материалам смотрим что у нас по материалам так 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 основа луга на говорите 25 каунта вот такой вот маленький кусочек с таким обгрызанным краем нужно будет сейчас обработать основу прогладить обработать игла здесь у нас есть ну игла это не проблемой был нас полно вот нужно будет сейчас подготовить основу кстати вот сейчас тоже свет падает она прям кажется такой беловатой но она бежевая на бежевая показатель пельки мисточка поэтому возможно это у нас при типографии мы произошло искажение цвета основа вот они наши нитки так планшет очка эти первый раз буду вышивать с такой планшетки у меня все мои реолисы они еще старые комплектации в мотках здесь вот у нас мулине анкор 5 цветов 3 цвета прям так много такой седла сиренево лавандовый лавандовый цвет фуксия зелененький металлик красивые очень оттеночки на этой основе конечно же не смотрится очень эффектно видите вот так нежненько прям красота так и есть у нас вот такой вот пакетик где у нас есть наполнитель как им благодарна что они кладут наполнитель потому что вот ну мелочь да и в принципе стоит не недорого везде можно найти но вот бывает нет этой мелочи нужно делать очень много действий куда-то бежать что-то искать это все так затратно так сложно тут все есть так что у нас есть еще бисер и бусины вот такой золотой дальше вот такой фуксия здесь у нас а здесь у нас иголочка для бисера и 4 бусинки беленькие беленькие не знаю видно вам 4 бусинки в общем украшение для без корня бусинка вот куда пришивается вот сюда вверх куда еще не снизу сверху снизу значит две бусинки нужны а две получаются запасные бисер есть украшается все без корню и бисер по краю ну что очень интересная работа меня ждет я давно хотела устроить себе экстрим потому что вышивая через одну нить переплетение это конечно не для всех это сложная задача но я хочу попробовать мне прям очень интересно как это все будет смотреться через одну ниточку будет вышиваться потихонечку главное начать все мне сейчас нужно идти готовить основу по еще на чем я буду вышивать скорее всего на рамке хочу натянуть красиво чтобы не было видно вся поверхность нужно будет разделить основу на две части где-то читала что там до сантиметра между деталями должно быть да то есть вот наша основа ну вот она примерно пополам нужно будет ее еще выровнять до примерно вот она пол половинки между двух деталей примерно два сантиметра вот так все посчитать и начать вышивать чтобы выше 2 2 части без корню раньше и побольше было по моему материал сейчас стали делать именно вот все 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 рассчитано чтобы много не вышивали из одного из одного наборчика вот такой у меня сейчас будет старт ну а то как продвигается и все мои все мои впечатления вы увидите уже в следующем видео следующий вот такие мои новости на этой неделе на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч всем пока пока а